всем приветики 11 мая уже подумывая о том как же быстро бежит время и хотя мы здесь будем до конца мая все-таки осталось уже не так уж и много вот сегодня едем близки нам надо забрать там со склада кое-что мы не забрали потом еще там кое-что докупить трубы какие-то возьмем клавуню ей надо сделать покупки тоже близко еще надо заехать нам по квитанциям узнать как их переоформить на коле привет баля бака привет у меня тут в кармане для тебя что-то имеется в кармане кошкам не принесла ходи сюда иди иди сюда ну давайте вот вот бери бери хватай быстрее сухой корм насыплю ты нас слышишь заклад а я пошла к клаву забирать и сама со зверями тут за задержалась что и твое доехо грызите грызите я уже кармулю слушай одела одни штаны они не подходят под цвет другие не подходят Думаю, поеду без штатов. А я еще обтурадела. У меня ухо. Это ветерок так, это, залашорное. У тебя слабое ухо, наверное, да? Это газ. Во-первых, неправильно в квитанциях адрес. Во-вторых, узнать задолженность. В квитанциях одно пишут, через онлайн захожу, там другое. Ну, либо здесь, либо еще в этом. Еще тут есть какая-то служба. Клава говорит, заходи. Ну, тут, ну, сейчас очередь надо подождать. Садись у нас тут, или сюда садись. Ну, Морошкин уже давно умер. Потом была Морошкина Клавдия Яковлевна. И вот он по завещанию у Клавдии Яковлевны. Морошкина уже давно нет. Ну, а мы откуда знаем? Не, мы получили завещание. Девушка, это не наши проблемы должны быть. То, что они не обращались, правильно? Я не говорю вам. Я говорю вам за вас. Вам нужно переоформить на свой счет? На мужа, да. На мужа, и чтобы правильно писался адрес в квитанциях. Ну, то есть не 50А, вот смотрите, приходит. 50А. То есть мы же не можем за чужой долг просить, мы кладем за свой 51. Сейчас я вам дам список документов, которые вам необходимо собрать по списку для переоформления. Значит, смотрите, договор на техобслуживание заключаете на его имя. Это где? Это индустриальный 4. Договорный. Там же проходите первичный инструктаж. Вот, там написано все, индустриальный 4, где берете. Дальше, технический паспорт БТИ на дом. Где план дома по комнатам. Это должен быть у нее там быть, да? Обязательно. На каждый дом, на квартиру нет, на каждый дом. Есть, есть, есть. Ну, типа домовая книга она или нет? Или этих паспорт, так и называется, да? Да, технический паспорт БТИ на дом. Он может быть старый, на кальке такой, может быть большое иммунитарное дело. Ну, название будет технический паспорт. Ну, типа того, там план дома и по комнатам. Дальше, либо домовая книга, либо справка о составе семьи в сельской администрации берете. Домовая книга есть, достаточно будет, да? Там все выписаны? Ну, она умерла. Надо, короче, посмотреть, чтобы были все выписаны. Все выписаны, да, прописаны, кто действительно прописан. Либо берете в сельском совете справку о составе семьи. Какого вам брали? Да, если брали, ну, такой же. И там же, в сельском совете вы можете обратиться. Вас, я так полагаю, номер дома, что там, перенумеровали или как? Нет, у нас другие квитанции приходят правильно, 51. А вот это именно по газу приходит 50А. Все остальные правильно приходят. Как нам администрация давала, как вы вносили? Как ее вносили. В общем, да, в администрацию за справку приедете. И там же они, вот у нас обращаются люди, им дают такое постановление, копию этого постановления, где написано, что такой-то адрес переименован, там, 50А, 51, да. Они, вы имеете право запросить, они вам должны дать копию этого, и вы нам ее тоже приносите. Чтобы поменять на 51, да, мы должны что-то приложить, на основании чего мы будем менять. А тут только я приду, когда у меня 38-й, 39-й. Дурдом, дурдомистый. И это только начало. Это только начало. Я говорю, дурдом, это только начало. Пока все соберешь, пока опять... Легче застрелиться. Выписка, или сидеть, или с ним до 15. Легче застрелиться. Да не говори-ка. Копия, это потом копия. 40 минут сидели, блядь. Кошмар. Сколько штучков, Алкалина? Две, три мне. Две, три как раз. По заказу. Хороший очень хороший. По 40 рублей, не 160 получается, да? 120. А, 120. Хороший продавец. А, я по 4 штуки, да? А, я считаю, я бы никак посчитать не могу. Ну, вот контроль на линии. Крепись. Ты боже, подожди. Обездано все. Да, да, да. Чего мне торопиться, Клава? Ты, если ты тоже торопишься, идешь, потихоньку, не спеши. Да я вам другие дам. Ну, смотрите, носок нравится. Носок нравится? Носок нравится, нравится. Женись. Друг и он. Как и хошь. Чего, ручку тебе надо? Рамочек. У меня же вот так раньше стоит Витина, что в школу. А, малого? Да. Вам одну штуку, да? Ты должна вот так пойти ему. Она вот так лежит? Какую цену они? А там она подписана. Девяносто? Да. Смотрите, есть такой же размер. Вот она. Тоже 10 на 15. Но деревянная. Вот эта чуть дешевле, 80. Она просто сделана как под золотистую. А так смотрите, что вам нравится. Какая тебе нравится? Она в длину у тебя. Для любимых внуков надо красивую брать. Две притом не. Сейчас буду искать еще одну. Ну, это семга, 1000 рублей, зубатка, кальмар. Вот, пошли вот сюда. Вот, наверное, Лен, это камбала, да? Нет, это не камбала, я тебе покажу камбалу. Камбала, вот она страшная, видишь, какая? Она очень страшная. Мой вот вчера жарбит, 300 рублей она. Но у нас она дешевле. Вот такая вот, подожди, зубатка синяя. Я вот здесь вот видела. В больницу. Вот это, а, макрорус, он как? Ну, это мягкое. Ну, ему надо мягкое, он вязать. Смотри, лимонелла. Лимонелла. Они похожи чем-то с макрорусом. Вчера привезли, там какая красавица. Ну, вот эту вот. Ага, помешаем. Покушаем. Да, попробуем, перекручиваем. Что за зверем, он вязать. Вы долго ее не едете. Не варите? Да, потому что она лежит. Нежная, мягкая. Корюшка он, Коля, ловит. Такую, 380. Но это рябушка, это не корюшка. А селедка с икрой у вас? Не знаете? Это надо роду принять. Надо роду принять. Не, некоторые, знаете, пусть, которые трогают, и понимают. Позвесьте, такая аппетитная селедочка. Здравствуйте. А сливочки есть? Давайте, которые позвежи. Большую? Да. Ну да, да, такой. Ну, давай еще. Не, мне такие вот, вон, в пакетах. Сухотрубки вам? Да. Есть заводская, вот один остался. Есть такой, какой вам это? 150 рублей стоит. Либо вот такая заводская. Ну, одну такую, одну такую. Короче, я прихожу туда. Там висит, двери закрыты, они все за дверями, за закрытыми. Куча телефонов. Я звоню туда. Я говорю, как мне так и так. Как она начала там и то, и то, и вот тут. Главное, она сидит за дверями, я слышу ее голос, я разговариваю через закрытые двери. То есть они принимают по телефону только. И она мне рассказывает, ехать на Степана Разина 13, там узнать задолженность, чтобы не было задолженности, оплатить ее. Не знаю. Завтра поедем, Коль. Сегодня я уже устал от этих субстанций, блин, идиотских. Какой у вас счетчик? Старый, новый. Я говорю, откуда я знаю? Мы завещание, мы по завещанию. Нам надо переоформить квитанции. Кое-как добилась. Потом вы приедете оттуда со справкой, копию документа на дом, что Коля собственник. Какую копию? Там куча документов, что он собственник. Завещание, вот эту херную, или такую бумажку. Какие? Ничего. Она же мне должна показать бы, пальцем ткнуть. Да. Потом эти копии, придете, там на столе будет лежать бланк. Заполните бланк этот и кинете там в какой-то ящичек, висит над этим столом. Я знаю это, выйди, кто будет стоять из Бразии, иди, Степана, Разина. А я потом найду в этом, по навигатору Клав. Она психовалась сегодня с ними. Один единственный бланк, лежит на столе. Я говорю, он у вас один единственный. Если человек заберет, мы их иногда выносим. И что мне? Иногда. Она зверелит. А мне, скажи, две недели, мне уезжать. Ну вот я единственный бланк забрала, если человек придет когда-нибудь, не будет бланка, я его забрала, потому что он один единственный лежал на столе. Какой-то... Вот скажи, вы тут и сидите за дверями. Если вон там газовый, скажи, открытый, то там красота, а вы так и будете. Как крысы, но там пять человек или сколько, разные пяти. Да ну редкий этой. Я, я, она говорит, я повторю, я говорю, адрес Степана Разина, я забыла адрес, какой вы, она. Вы что, сами с собой разговариваете или меня слушаете? Я говорю, я вас прошу просто повторить адрес. Я, ну, я забыла номер дома. Еще и нахамить успели. Так, короче, нам что? Сегодня в... Сейчас в Минвату. Ну, поехали в Минвату заберем. Сегодня в 4 часа позвонить, вызвать газовиков, чтобы они нам сделали осмотр. Это все не забо... Ну, обычно, знаешь, как у нас Клава? Приходишь куда-то, тебе дают бумажечку, и на ней все написано, да? Это, это, это. А они еще говорят, это же по телефону надо все запомнить. Ну, конечно. Ну, и как? Вот это нас покатало, не жомша, летите. Привезли брус. Привезли брус. Кошка выскочила, давай кататься. Лиса! Чик, 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 грязь, я все как огорел. Лиса, зачем ты это делаешь? Ужас какой-то... Ставь, потом вот так, да, и все. Еще одна. Хватит, коли покупки. Он сейчас стыковал, и я размеры снимал. Да, жопа. Слушайте, а я тут занялась шкафчиками, откладывала все это дело, откладывала, потому что я представляла, сколько мне тут предстоит с ними работы, и я немножко вверху помыла вот эти вот шкафчики, но до конца не домыла. Сейчас решила домыть все верхние шкафчики. Помыла здесь, но это еще полбеды. Нижний, конечно, там караул, караул везде. Караул караульный. Вот. Вот так вот я уже тут все намылила. Уже не на один раз жидкостью для снятия всяких там грязи, налетов. Потом мне еще предстоит, я не знаю тоже, как я это все буду делать. Заливать чем-то надо пол. Вот там вот, вот там вот полы, они не мылись, от слова совсем. Я когда мою, я туда тряпкой, конечно, протираю, но пока нас нет, все там настолько загрязняется, и даже когда я приезжала, я досконально, досконально, досконально там не отмывала. Но сейчас я понимаю, что пришел момент, что нужно отмыть под этими шкафчиками. Пол мою каждый день, и все равно пылища летит, видимо, с потолка отовсюду, отовсюду летит грязь, и постоянно приходится драть, драть и драть. Мне Анютка Санкт-Петербурга, что в том году говорила, что в этом году. Лена, может вы ремонт на кухне сделаете? Это просто приехать в отпуск и упасть здесь вместе с ремонтом совсем. То есть не видеть ни свежего воздуха, ничего. И если я затеяла бы здесь, вот допустим, я бы говорила Колю на ремонт, это недорого по деньгам купить обои, но это проблематично, это все надо снимать, это все отодвигать. Коли со своей бани, кто мне будет помогать? То есть он мне не поможет делать ремонт, сама я с ума сойду здесь, это все делаете, то есть я приеду в отпуск, не для того, чтобы отдохнуть, а для того, чтобы сделать ремонт на кухне, уехать отсюда. Нет, я не хочу. Я все смеюсь, Дуняшка говорит, Лена, позвонила, ты что делаешь? Я говорю, да то делаю, там мою. Лена, ты что делаешь? Да там драю. Она, Лена, ты вообще уверена, что ты в отпуске? То есть когда Дуняха не позвонит, вот, я же не постоянно вам видео снимаю целыми днями, но я постоянно что-то драю. Там посидела, там помыла, там посидела, там помыла. Тут еще вот, вот эти вот трубы тоже, гляньте, это все надо залазить, хотя бы вот, хотя бы вот эту грязь смыть. Вот опять же, я понимаю, что мы уедем, но я не могу вот это вот так оставить, а хотя бы вот просто намыть. Мы же на следующий год приедем, но и приятно будет приехать, когда тут чистое. Вот это вот все, тут тоже такой слояк жира, вот, все это быстро не моется. Не то, что взял тряпочку, протер, и до свидания. Каждый вот небольшой кусочек, небольшой отрезок, вот это все надо намывать, требует очень больших усилий, очень много времени, там допустим, по два часа, я какой-то участок хорошо, если отмываю, то я отмываю. Вот так что вот так, вот сейчас все выгребала, опять вытащила, буду надраивать. Ну, хочу пока надраить шкафчики, хотя бы на несколько раз, просто залить пол, с мистером Пропером, Пропером, и пусть он отквасится, и потом хорошенько его промыть. Один шкафчик помыла, уморилась, наверное, минут 40 его драйло, отмывала, полезла в другой шкафчик. Та же картина, вот, нашла горчичный порошок, срок годности, до, знаете, когда, до 19-го года. Будем выбрасывать. Семена тоже какие-то, это крышка для микроволновки, откуда она, наверное, я привозила. Тетя Клавочка, человек деревенский, и даже не пытаясь ее осудить за то, что у нее вот так вот. Ну, вот привыкла она так жить, так она и жила. Ей так нравится, нравилось, вернее сказать, царство небесное. Ну, и пускай каждому человеку, как живет, он так и нравится. Меня многие осуждают, что у меня там, допустим, на поверхностях, на столах, много чего-то стоит. Кто-то все это, чего-то убирает по шкафчикам. А мне надо, чтобы все было под руками. Даже у тети Клавы что-то я убрала, зато поставила вот такую тажерку, и там то-то-то, всякие мелочи, которые мне надо. Поэтому человек каждый живет так, как ему нравится, и ни в коем случае за это осуждать его не надо. Конечно, да, если человек ходит весь грязный, замызганный там, то-да-сё, это другое дело. Это как бы тоже не приветствуется. Но вот если она не видела эту грязь, если она ей не была в тягость. Она мне сколько раз говорила, Лен, что там намываешь? Там чисто. Или тетя Клав, где там чисто? Она, я не вижу, что там нормально, все там чисто. То есть она ее не видит, она ее не замечает. Но когда на огороде растет куча травы, она заметит каждую былиночку, каждую травиночку, все пальчиками выдергает. И ей это было в удовольствие. Да, Кисалиса? Что ж такое? Каждый живет как ему нравится. А мы сейчас наведем порядочек и будет чистенько. Все, доползла до последнего шкафчика, уже умолилась. Ну там уже все чистенько, все хорошо, потом сверху все помою, уберу лишнее. И я буду молодец. Так, шкафчики помыла, теперь буду мыть палубу. Представлю, что я матрос на корабле, налила здесь воды с мистером пропором, протером перемешанные. Пусть немножко покиснет, сейчас я это все развозюкаю, а потом буду промывать. Короче, на вот эти вот шкафчики и на пол у меня ушло практически 3 часа. Устала, устала умолилась, я сейчас полезу в душ, вспоминаю Дуняшкины слова. Лена, а ты точно в отпуске? Я уже стала сомневаться. Ладно, все нормально, все хорошо. Всем пока, полезла в душ, всех люблю и, конечно же, до новых видео.